Здравствуйте! Леутер сообщил о разногласиях Турции и России по миротворцам в Карабахе. В Первопрестоле будет действовать канцелярия по вопросам духовного и культурного наследия Арцаха. На горении мрут Западной Армении выпал первый снег. Литургия памяти жертв Арцахской войны отслужена в Риме. Во время интервью государственному телевидению Западной Армении Ашот Милконян рассказал о предстоящих процессах и их последствиях в контексте столетия арбитражного решения Уидра Уильсона. Также господин Милконян коснулся в отношении Ирана. И возможности углубления армяно-иранских отношений Карского договора провел в параллели падения Карса и Шуши. Ашот Милконян обратился с призывом к властям Армении. Видеоинтервью доступно на нашем сайте и на YouTube-канале. Российские военные продолжают разминирование в Арцахе в зонах ответственности миротворческих сил, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ. Накануне началось гуманитарное разминирование территорий в Нагорно-Карабахской республике. Российские инженерные подразделения задействованы в инженерной разведке и разминировании на маршрутах между миротворческими наблюдательными постами дорог общего пользования, говорится в сообщении. Уточняется, что саперные работы идут рядом с населенными пунктами и объектами их социальной инфраструктуры. Оборонное ведомство отмечает, что обнаруженные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где их подрывают. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте. Специалисты ООН готовы работать совместно с Россией для оценки объема гуманитарного содействия, необходимого в Нагорном Карабахе. Об этом заявил журналистом официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжрик. Передает ТАСС. Управление по координации гуманитарных вопросов и другие отделения ООН готовы сотрудничать и обсуждать возможности совместных действий на земле с целью проведения первоначальной независимой оценки в Нагорном Карабахе и окружающих областях для полного понимания гуманитарных потребностей в регионе, как только это станет возможным, отмечает он. Между Турцией и Россией возникли разногласия, связанные с размещением миротворцев в Нагорном Карабахе, пишет Реутерс со ссылкой на источник. 11 ноября Минобороны России и Турции подписали меморандум о создании совместного мониторингового центра, который будет осуществлять контроль за соблюдением в Карабахе режима прекращения огня. По данным Реутерс, приговоры о параметрах совместной мониторинговой миссии между Турцией и Россией продолжаются. Однако Анкара настаивает на создании собственного наблюдательного пункта, независимого от совместного мониторингового центра. Россия полагает, что для Турции не обязательно размещать наблюдательный пункт в регионе, независимый от объединенного центра. Однако это принципиально для Турции, цитирует агентство собеседника с турецкой стороны. Переговоры на этот счет продолжаются в Москве, и Турция рассчитывает на компромиссное решение, уточнил источник. Ранее глава МИД России Сергей Лавров, турецкие миротворцы будут вести наблюдение за происходящим исключительно на территории Азербайджана и не станут выезжать в Нагорный Карабах. В первопрестольном святом Ичмиатине под председательством католикосов всех армян Горегина II будет действовать канцелярия по вопросам духовного и культурного наследия отцаха. Руководителем канцелярии назначен служитель первопрестольного Ичмиатина в ортопед Горегин Амбар Цумян. Об этом сообщает информсистема первопрестола. Первый снег выпал на горе Немрут в Западной Армении, которая считается восьмым чудом света. Огромные статуи армянских языческих богов, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО, покрыты снегом. Туристы, посетившие Немрут, были удивлены снегом. После снегопада вершина покрылась густым туманом, создались мистические картины. 22 ноября в церкви святого Николая в Риме состоялась священная бессмертная литургия, посвященная памяти героев погибших в Арцахской войне. Литургию отслужил директор Леонской семинарии Архимандрит Нарек Намоян. Об этом сообщает посольство Армении при Святом Престоле. На церемонии присутствовал посол Республики Армения в Святом Престоле Карен Назарян, многие соотечественники, живущие в Риме. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Верада Арцамуит. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok